Вы смотрите в прямом эфире наш круглосуточный канал ZTV, мы вещаем в Telegram, мы вещаем в Routube, это пока, я надеюсь, совсем скоро, мы снова выйдем на те обширные просторы интернета, где мы были до этого, ну, правду не любят, там, на той стороне. Если продолжать тему Крыма, то Владимир Путин сделал заявление, что воссоединение Крыма с Россией было правильным, своевременным. Это очень важное заявление, потому что надо понимать, что тогда, 8 лет назад, не все так просто было, и вот это было для чего? Это для тех, кто по-прежнему страдает вот этой непонятной фобией, и кому стыдно то, что он россияне. Если бы этого не случилось, то сейчас бы, я думаю, мы с вами не жили бы так мирно. Ну, это лично мое субъективное мнение. Также Владимир Путин предложил продлить действия госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 27-го года, о перспективе до 30-го года, но я думаю, там и Украина тоже подтянется. Будем говорить мы дальше с Алексеем Валерьевичем Журавко, народным депутатом Верховной Рады Украины. Давайте его поприветствуем. Очень приятно, что он с нами на связи. Алексей Валерьевич, добрый день. Как вы нас слышите, как вы нас видите? То есть, что отлично, как раз сейчас нахожусь в Крыму. Отлично. Я очень рад, что вы сегодня с нами, потому что вести с Украины очень дороги в последнее время, особенно если мы понимаем, что мы общаемся с народным депутатом Верховной Рады, где вам, мне кажется, приходилось очень легко. Но вот, знаете, я насколько знаю, Херсон ваш родной город. Это правда? Я там воспитывался в Крымском детском доме. И вы знаете, сегодня была такая информация, в телеграм-каналах была фраза такая от жителей Херсона, что сегодня Херсон спал как младенец. То есть Херсон наш, ну в смысле ничего не бабахало, не взрывалось и наконец-то там наступает более-менее мирное время. Здесь, да, и слеза наворачивается, и мы понимаем, что все идет правильно. Херсон может стать надежным тылом, да, и фронтом для спецоперации. А вот вопрос к вам, как все-таки человеку, который знает Херсон, насколько там люди готовы к этому? То, что это может стать оплотом? После того, что произошло, а 8 лет это террора, зомбирования и беспредела, которые творила власть Порошенко, Зеленского, частично Турчинова, конечно же будет выводить очень тяжело с этой трагической части жизни. Все-таки 8 лет потеряно, бандеризация, искажение фактов, национализм, фашизизация натворила, конечно, много горя на территории Херсонской области. Все делалось для того, чтобы сегодня разделить людей, это Россия и Украина. А Херсонская область, вы знаете, она рядом возле Крыма. Вот все делалось для того, чтобы были утрачены наши человеческие узы, семейные узы. И вот это надо все возвращать и приводить в человеческий вид, вспомнить Великую Отечественную войну, победу наших героев и возрождать Херсон. Возрождать историю. Будет тяжело это все делать, но я думаю, что мы справимся. Там все-таки есть люди, которые все понимают, что на самом деле происходит, и их там большинство. Просто они запуганные той ситуацией, которая происходила в течение 8 лет. Боятся, что эта власть может вернуться назад. Здесь ваши слова очень важны. Сейчас действительно народ и запуган, и заморочен всем вот этим апартеидом, который творился там на Украине и продолжается это до сих пор. Так вот, что касается, если мы все-таки забежим немножко чуть дальше, как вы хорошо начали об этом говорить, о восстановлении Херсона в том числе, вот с чего бы начать? И как вы будете принимать в этом участие? Что прежде всего? Ну давайте будем говорить, я привык прямо говорить четко. Я не знаю, как я буду принимать участие, но я стараюсь принимать участие и объяснять херсонцам, что же на самом деле произошло. Только я объясняю правдой. Восемь лет тому назад произошла самая трагедия, считаю, между Херсоном и Крымом, когда заблокировали воду. В Великую Отечественную войну даже немцы напоследок убить человека требовали одно. Дай последнее слово. Скажи свое последнее слово. И даже кружку набирали воды, если человек это хотели, давали. Такие случаи были. Так вот, когда тогда власть в Херсоне приняла решение блокировать Крым, воду, я называю это геноцидом. Первое, это должны быть найдены эти преступники Херсонской области, депутаты, которые принимали такое решение и подписывали незаконное решение Турчинова. Это раз. Второе. Я бы занялся сегодня, как мне сегодня крымчане сказали, Алексей Валерьевич, мы готовы создать группы, начать собирать помощь непосредственно для Херсона. Это медикаменты, это теплые вещи, продукты питания. Хотя ГУМ-помощь пошла, но есть большие проблемы. Второе. Немедленно подписать с Крымом договора о хозяйственной деятельности, потому что есть проблема, связанная с пассивным, с пассивными работами. Это надо делать. Срочно надо заняться с обменом информации и наведением телевизионных, назовем так, радиотелевизионных, интернетных ресурсов, своего рода моста. То есть начать очеловечивать срочно и вносить туда правду. Первое. Что Крым, во-первых, не бросит Херсон. Второе. Что Россия останется с Херсоном и не позволит, чтобы неонацисты, фашисты вернулись и чудили там, творили беспредел. Что не вернется никогда СБУ, карательный орган, который людей крал, которые не согласны с этой властью. Начать налаживать нормальные человеческие отношения. Вот что бы я первым сделал бы. Второе. Второе. Я бы начал бы сегодня заняться это налаживанием инфраструктуры, транспорта между Крымом и Херсоном. Это необходимо. Но еще за короткое время надо делать непосредственно такие политические туры, чтобы херсонцы видели, какой красавец мост построила Россия. Чтобы херсонцы видели, что памятники все украинским гениям, которые есть, ученым там, допустим, там Шевченко, еще кому-то, Лесе украинке, чтобы видели, что это все здесь не уничтожено. Что здесь не глумятся над украинским языком, как это на Украине глумились 8 лет над русским языком и русскими людьми. Ну и начать возрождать нашу духовность, сильного человека, славянина, победителя Великой Отечественной войны. Вот такое мое мнение, с чего надо срочно начать. А все остальное налаживать хозяйство, рабочие отношения внутри, структуру отстраивать по новой политическую, структуру по новой юридическую, правовую, милицию надо отстраивать, прокуратуру, судебную систему. И я думаю, все получится. Да. Абсолютно поддерживаю вас, да, и в том числе следственные органы, чтобы они выявляли всех этих негодяев, этих нацистов и фашистов, которые устраивали геноцид и долгое время измывались. Не только над русскоговорящими, но и над своими, над украинцами, которые, да, я абсолютно вас поддерживаю в том плане, что исторически, да, литературно Украина очень богата. Поэтому здесь, конечно, никто не собирается все это дело вычеркивать, и как пытаются это сделать они сейчас с нашей культурой, в том числе и за рубежом, когда отказываются от наших великих артистов, да, и от памятников, и от писателей и прочее. Вопрос вот о чем. Горд Николаев такой есть, сосед Херсона. Если вы, конечно, владеете информацией, то есть там такой губернатор, который по-прежнему поддерживает распоряжение киевских властей. Вот как вы к этому относитесь? Ну, по крайней мере, была такая инфа. Вы знаете, я как человек конструктивный и понимающий ход событий, как все-таки действует Россия и на что она упор держит, а это сохранение человеческих жизней и мирного населения, которое проживает в городе Николаеве. Это трагедия, то, что он делает. Я, конечно, отношусь негативно. Во-первых, он подставляет людей. Во-вторых, он наводнил нациками и профашистскими организациями город Николаев. И тем, что он больше удерживает Николаев, вот такими своими действиями, страдает инфраструктура, и пострадать могут мирные жители Николаева. Это, конечно, страшно. Такое ощущение, как будто мы вернулись в Великую Отечественную войну, когда немец отступал, он прятался за мирных граждан. Это хуже, это изверги 21 века. Вот Зеленский и вот этот губернатор – это военные преступники. Над ними должен состояться не только трибунал, но и мюнберский процесс своего рода. Считаю, он должен состояться в Донецке. Восемь лет молчали. Восемь лет никто не видел, что происходило в Донбассе на той же Украине. И сегодня эта трагедия пришла в Николаев, Херсон. Я вам хочу сказать, самое страшное, что эти нелюди отдают же приказы стрелять же по своим же мирным городам для того, чтобы потом обвинить Россию. И вот я надеюсь, что все-таки пройдет такая спецоперация правильно, чтобы его задержали, вот этого негодяя Кима, отмороженного, который селфи делает, не понимая, что человеческая жизнь, она дороже, чем его вот эта вот подлая душонка. Что его поймают, и он за это ответит. Я отношусь к таким вещам очень негативно. Это террористы. Вот в 2021 году меня обозвали террорист номер один, осудили. И должно быть 15 лет мне должны были дать, с конфискации имущества. Ну как инвалида, последнюю тачку отобрали. Я с этим согласился, я готов отдать им последнюю эту коляску. А жизнь я им не отдам. Так вот я, пусть меня Боженька простит, я христианин, я лучше отберу у этого подонка одного жизни, чем потеряю тысячи. Приведу живой пример. Город Херсон, Антоновка. Это насколько быть такими надо быть тварями, чтобы отдать команду не по колонне стрелять российской, а сперва обстрелять Антоновку, а потом стрелять по российским войскам и обвинить в этом Россию. За 8 лет они вырастили не чиновников, которые должны заниматься человеческими судьбами, людьми. Они вырастили отпетых террористов. Я согласен с Владимиром Владимировичем Путиным, когда он сказал, не сегодня, так завтра бы она к нам пришла. Ведь Украину готовили конкретно воевать с Россией. Но самое страшное, что эти нелюди убивают свой народ, не жалея и ради картинки в Европе, в Америке, англосаксам показать, что вот видите, какая Россия дьявольская. Я 8 лет живу в России, сперва в Донбассе. Я видел все своими глазами. Для меня украинская власть это преступники, террористы. Я видел, кто помогал людям в трудную минуту. И 8 лет я живу благодаря России, благодаря людям. Я надеюсь, что я вернусь, буду восстанавливать, но эти негодяи ответят за свои преступления. Вот эти коллаборанты. Я надеюсь, что они будут все найдены. И вот только тогда можно искать ключ к миру. Когда эти все изверги сядут, пройдет следствие, и народ увидит, во что на самом деле их превращали и к чему на самом деле вели. Поэтому я поддерживаю как украинец эту спецоперацию. Деноцификацию и полное разоружение. Нельзя обезьяне давать гранату. И после этого, я уверен, откроется у многих глаза, что на самом деле не Россия враг, а Америка, Англия и Европа. В 2014 году я сказал четко, это для нас враги. Они возрождают фашизм, рейх возрождают и превращают Украину просто в скотобазу, которая пользуется для нанесения удара против России. Что же на самом деле произошло и в Николаеве под Ким? Он стреляет по русскоговорящему, он стреляет по российским войскам, а мирное население с заложники заложил. Вот мое мнение по поводу этого всего происходящего и страшной нашей трагедии. Ведь это наша трагедия братского народа. А еще этих террористов, фашистов и нацистов во время того самого Донецкого процесса, который, я надеюсь, все-таки состоится, да, надо посадить напротив них тех детей, которые выросли за время войны, за время этих восьми лет, пока их бомбили, пока их гнобили, пока их унижали и прочее. И тех женщин, матерей, бабушек, которые все это тоже терпели. Естественно, конечно, и мужчин-воинов. И чтобы они посмотрели им в глаза, заставить посмотреть. Да, напоследок, как говорится, перед смертью. Надеюсь, все-таки смертная казнь к тому времени как-то вернется. Потому что, ну, с одной стороны, конечно, просто убить нациста, да, а лучше, конечно, чтобы он помучился. Ну, это уже вопрос другой. Вот все-таки еще один крайний вопрос к вам. Да, да, да. Понимаете, мы должны сохранять свое человеческое лицо. И сегодня нету в России смертной казни и нет в Украине. Но в Украине смертная казнь происходит без суда и следствия и проводят эту смертную казнь СБУ. Это, конечно, страшно. А вот независимым государством как ЛДНР есть смертная казнь. И мы должны этим моментом воспользоваться. Не нарушая человеческие отношения и не превращаясь, будем говорить, в беззаконие. Вот такое мое мнение. конечно, любая смерть это трагедия. Я всегда так и говорю и буду. Но есть, когда надо сегодня это принимать. И может быть и на Украине для наведения порядка надо будет и вводить смертную казнь. И хотел бы последнее сказать. матерям России отцам вот спасибо вам человеческое и спасибо ребятам, которые сегодня Украину освобождают от этого ужаса. Молюсь за каждого. Как Украина. Алексей Иванович Журавка сегодня был с нами. Народный депутат Верховной Рады. Спасибо вам большое за ваши эмоции, за ваши слова.